Всем привет! Это Орландо, Флорида, США. Сегодня 15 июня 2017 года. Лодку тащит. Сегодня хочу немножко снять вот эту мою любимую заправку. Показать, какие заправки в Америке. И вот конкретно ВАВА, это, пожалуй, лучшая заправка вообще, что можно найти. Они не так давно появились здесь. Это сеть. Сегодня... Сейчас по ценам сразу скажу. Их много по Орландо. И, по-моему, только они в Орландо. Значит, сегодня цены 2.12 за 87-й, 2.37 за 89-й, 2.62-й и ГАЗ 2.59. Вот так. За галлон. В галлоне почти 4 литра. Вот. Вот это парковки. Все. Много вот таких желтеньких парковок узких. Это все для... А, если я не ошибаюсь. Если это, по-моему... Или это... Нельзя парковаться, пожарная. Либо это парковка часто так рисуют для мотоциклов. Вот, вот, Вава. Значит, чем здесь прикол? Помимо заправки, здесь еще много всякой всячины. Кстати, вот заранее можно заказать покушать. И... И Вава вам это все сделает. Здесь очень вкусно. Почему я люблю это местечко? Потому что здесь самые вкусные сэндвичи. Сэндвич с туной, с беконом, с обжаренным хлебом, сыром. Это вообще балдеж. Вот, также здесь есть вкусный суп, такой же, как в панере бред, чеддер, сыр с беконом. Уфу, с беконом, с этим. А с брокколем. Вот. И вот в чем фишка. То есть, вы заказываете на экранах. Вот, допустим, ланч. Вот они, эти штуки. А, нет, это не они. Сейчас, сейчас. Вот. Клаб сэндвичи. Вот туна. И вы к нему можете еще добавить салат экстра, сыр добавить. Оба. Бекон добавить, авокадо добавить. Оба. В общем, как-то сделать его на свой вкус, да? Вот, тут много всего, напитки. Потом есть именно вот супы. Кстати, мнение о том, что в Америке нет супов, и никто их не ест, это абсолютно обманчиво. Вот куриный обычный, вот брокколи, чеддер этот мой любимый. И курица с кукурузой. И каждый день здесь новые супы. Ну, в плане того, что определенные супы по определенным дням. Потом можно взять вот такие еще штуки. Вот пюрешка с курицей. Пюре очень вкусно с вот этим мясом. С говядиной, со свининой есть. Вот, можно добавить... А, можно выбрать гарнир на выбор, значит, ну, латиносы возьмут, конечно, фасоль. Азиаты возьмут рис. Русские, скорее всего, картошку. А итальянцы возьмут макароны. И чего только нет. Вот мясные шарики есть, тоже на выбор гарнир. Салаты. Так. Ну, напитки, понятное дело. Потом завтрак есть со всякими штуками. Яичницы и так далее. Ну, в общем, очень здесь вкусно. И здорово. Дальше. Здесь можно намешать самому кофе. И, если честно признаться, первый раз, когда я сюда зашел, я не со зла. Я намешал и вышел. И я не понял, что-то я потерялся, где платить. Короче, я вышел просто с ним. Никто меня не остановил. И вот здесь как бы система рассчитана на честность. Я, конечно, вернулся и оплатил, но никто не следит. И даже заказ, который вы распечатываете, там, на сэндвич или на суп, или на второе, те, кто выдают, они не следят, оплаченные или нет. Я как бы не к тому, что говорю, что вы должны ехать сюда и ворвать. Но я просто рассказываю, как система работает по-другому, нежели у нас. Все, ну, практически система за прилавком, да. Кофе здесь тоже крутой. Вот, дальше. Что здесь на заправках еще есть? Значит, кафешка. Потом магазин достаточно большой. 59 центов, один банан. Вот. Вы кветочек, как бы, вот этого заказа должны идти оплатить, потом вернуться забрать. Значит, тут перекус еще можно купить, понятное дело. Вот еще можно готовое кофе. То есть, в Америке культ кофе, конечно, поэтому все это развито. Значит, потом здесь еще есть вот охлажденное, да, даже алкоголь есть. Вот пиво есть, вино, мороженое. То есть, это как еще и магазины на углу, так скажем, да. Вот еще, кстати, прикол. Я туалет не буду показывать, но сама ручка стоит внимания. Вот такая вот придумка. То есть, чтобы не брать ручку, вот так можно, чтобы не пачкаться. Как бы, я вот впервые такое видел, мне это очень прикололо. Дальше здесь есть банкомат. Вот продают лед. Но банкоматы здесь не нужны, как таковые. Только лишь снять наличные, если можно снять наличные практически в любом магазине, покупая что-либо, там, шоколадка. Блин, зош прошел. Вот любую шоколадку покупаете и запрашиваете на определенную сумму кэшбэк. И вам дают наличные сказки. Вот еще здесь вот такая огромная зона, где еще, то есть, там вот перед входом можно посидеть. И вот здесь огромная зона, где можно покушать. Конечно, масштабы порой впечатляют, действительно. И вот льет у нас уже во Флориде недели, ну, третью неделю уже. Какая-то жесть. Так непривычно быть без солнца. Вот такой небольшой обзор заправки. Всем спасибо за внимание. Пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok